Жители сразу нескольких СНТ в Калининском районе почувствовали себя обитателями Венеции, которая, как известно, часто страдает от наводнений. Так же, как и венецианцы, обитатели садовых товариществ нередко используют лодки для перемещений по улицам. У некоторых дома залило так, что на плавсредствах пора передвигаться и из комнаты в комнату. Роман Быков побывал на месте паводка. Первые дни нынешнего апреля обитатели пяти СНТ, расположенных рядом с деревней Даниловская Калининского района, не забудут никогда. По весне здешние участки и раньше бывало, что затапливало. Но на сей раз это было нечто. В отдельных местах люди фиксируют подъем воды на отметке 60 сантиметров. Тьмака просто заливает со всех сторон. И что нам делать? Единственная дорога к нам идет, она сейчас перетекла и отрезает нас от вообще каких-либо подъездов. То есть, как мы будем добираться в город. На ряду с автомобилями, главным средством передвижения в поселке Эдельвей сейчас являются вот такие вот надувные лодки. Их можно встретить не на одной улице. Но, конечно, на автомобиле, желательно повышенной проходимости, у местных жителей главная надежда. Правда, водители при этом ощущают себя скорее капитаном корабля, который еще и должен хорошо знать фарватер. В данном случае отлично чувствовать границы залитой водой дороги. Новички рискуют съехать в кювет. Таким на помощь готовы прийти сотрудники МЧС, несущие дежурство здесь в эти дни. Однако жители СНТ интересуют, когда все это закончится. Ведь владельцы окрестных участков не только дачники, которым пока и приезжать еще рано. Купили участки, построили дома. У многих даже нету квартир, куда уехать. Они живут здесь, им деваться некуда. И они не бросят свои дома, жилища. Проживают здесь на прописке 13 человек полностью с малолетними детьми, которых мы в таких условиях пытаемся отвозить в школу, на лодках. Что касается причин сильного паводка, то люди выдвигают разные версии. Одни грешат на якобы засорившееся в последние годы русло, находящееся неподалеку Тьмаки. Другие винят во всем администрации водохранилищ. В Азутское водохранилище начался брос воды. Дачница наша звонила. Я не знаю, насколько это верно. А в Дубне плотина якобы закрыта. Была закрыта до 5-го числа, люди подсказывают. Потому скопление воды произошло. Между тем, в МЧС основным считают все же погодный фактор. В этом году особенно отмечается, что зима была снежная. Также отмечается промерзание грунта. То есть в настоящее время вода скапливается на территории СНТ «Адельвейс» с полей, с болота и из лесов. Пока ей некуда уходить. Плюс еще отмечается в районе города Твери высокий уровень воды как в реке Волга, так и в реке Тьмака. Со своей стороны МЧС, районная администрация и областное правительство готовы организовать любую помощь, вплоть до подвоза питьевой воды. Ведь у всех затоплены колодцы и туалеты. А значит, пользоваться местными источниками ни в коем случае нельзя. Что касается причины паводка, то ее обещает выяснить Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура. Если окажется, что большая вода действительно пришла из-за несогласованных действий администрации водохранилищ, то жителям будет кому предъявлять претензии за испорченное имущество. Субтитры создавал DimaTorzok